Понравиться хотят своим западным союзникам и Турции, и Западу, и Европейскому Союзу и так далее. Поэтому вот смотрите, какие мы смелые, как мы тут действуем, плевали мы на российские интересы, Россия от нас зависит. Ну это я так, конечно, это не так примитивно, но если вот сводить к такой простой формуле, то где-то я близка к истине, я думаю. Это демонстрация нелояльности или отсутствия лояльности по отношению к Москве и, скажем так, попытки понравиться западным союзникам. Им нравится западным союзникам, поэтому на Азербайджан, невзирая ни на что, невзирая на то, что поведение Азербайджана, в том числе и в отношении и к Карабахскому конфликту, и к последним действиям, ведь Европа же не осудила. Осудила Индия, осудил Иран, но Европа не осудила. Мы это знаем. И незадолго до боевых действий и обстрелов из дальнобойной артиллерии городов Армении, Урсула фон дер Ляйн подписала договор о поставках 10 миллиардов кубометров газа из Азербайджана. Причем понятно, что газ этот будет российский при всем. Притом это только надо быть совсем наивным человеком, чтобы этого не знать и не понимать. Вы знаете, если даже до сих пор Украина является членом СНГ, то тогда, мне кажется, все это как-то упование на вот эти вот институты, которые созданы, они могут быть оживлены, им может быть предана некоторая жизнь. Но внутри самого ДКБ Киргизия воюет с Таджикистаном, напомню вам. Поэтому на сегодняшний день говорить об эффективности этой организации, ну, по меньшей мере, пока не обоснованно. Постсоветский Азербайджан все-таки исторический, я имею в виду. Здесь ничего такого, ничего личного. То есть то, что происходит между ними, это с армянским вопросом не связано никак? Ну, конечно, все связано с армянским вопросом, потому что невозможно игнорировать эту составляющую. Дело в том, что позиция Ирана понятна. Иран – это большая страна, проводящая достаточно взвешенную политику, прагматичную. Иран, как и Индия, кстати, заинтересована в диверсификации коммуникации с север-юг. Понимаете, да? Вот. Если у Китая основной акцент – это восток-запад на коммуникации, инфраструктура восток-запад финансировалась, инвестировалась со стороны Китая, то вот эта инфраструктура, в ней заинтересованы больше Индия и Иран, безусловно. И поэтому коридор коммуникации, который из Ирана в Армению и из Армении в Иран, он для иранцев очень важен. Это вызывает неистовое раздражение в Анкаре и в Баку.